Менделеевская карта — это такая большая программа лояльности для молодёжи, которая позволяет им получать различные бонусы и является прямой мерой поддержки. На сегодняшний день Менделеевская карта — это ещё и такой, знаете, важный инструмент формирования сообщества молодых учёных. И действительно, благодаря такой поддержке мы можем встречаться чаще, общаться чаще, делиться мнениями, создавать такие взаимные проекты, в том числе здесь и сегодня. Мне кажется, что наряду с теми сложившимися уже позитивными тенденциями развития этого проекта, он заслуживает внимания на федеральном уровне и мог бы получить такую поддержку от государственных структур, в частности, музеев, театров, санаториев. Это на самом деле очень востребовано среди молодых учёных. Я общаюсь с коллегами, в том числе на предмет этого проекта, и получаю именно такой отклик. Было бы здорово, если бы такая мероподдержка стала ещё доступна и от государственных организаций. Поэтому мы бы вас попросили поддержать проект и вот в этой части. Спасибо. Можно уточнить? Она ведь, это Менделеевская карта, она предоставляет определённые льготы. Источник какой там источник? Это партнёры. На сегодняшний день это партнёры. Это различные скидки, допустим... Да, я понимаю. Да. Ну это конкретные партнёры по различным властям, направлениям деятельности. Да. Это Росатом. А музеи, театры здесь при чём? Я не понимаю. А это такая социальная мера поддержки молодых учёных, которая... То есть Менделеевская карта, она не только про скидки на авиа или ЖД-билеты. Или это ещё и дополнительные мероприятия от наших партнёров. Это было бы здорово, если бы молодой учёный мог, ну скажем так, получать некоторые преференции именно за свой статус, именно за свою работу как учёного. То есть отдельная такая вот область, отдельный статус. Ещё раз это было бы дало нам возможность подчеркнуть особую роль науки, ещё раз продемонстрировать и школьникам, и в целом обществу мысль о том, что всё-таки сегодня развиваться в науке можно. Государство, бизнес видят молодых учёных и активно поддерживают их старт в науке и такую поддержку получают. Вот вы когда сказали про музеи, театры, ну там выставочные залы, наверное, да? Да, конечно. То я сразу вспомнил про другую форму поддержки молодых ребят, это пушкинская карта. Есть такая. Да. Ну, видимо, вы это тоже имели в виду. Смотрите, что там... Просто вот эта Менделеевская карта и пушкинская карта, они действуют на разных принципах. Да. Ну да. Вот если Менделеевская карта основана на том, что преференции предоставляются, значит, компаниями какие-то, то пушкинская карта – это источником финансирования является бюджет. И деньги идут молодым людям, которые могут посещать те же самые музеи, театры и так далее. Это поддерживают сами театры, сами музеи, сами источные пространства и так далее. Ну, это бюджет выделяет средства. А вот в данном случае вы сказали про Менделеевскую карту. Это партнёры, ну, крупные компании. Для них это дополнительные расходы. Да. Ну, это же не бюджетные деньги. Конечно, мы можем, и обязательно мы это сделаем, проговорим и с теми, кто финансирует вот эту работу в рамках Менделеевской карты. Ну, а что касается социальной части и просто расширения, скажем, действия этой Менделеевской карты, тогда нужно, чтобы правительство ещё проработало, возможно ли и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета. Сейчас бюджет уже практически принят, поэтому внести туда дополнительные какие-то изменения, связанные с расходами, наверное, будет непросто. Ну, идея самая себе хорошая, подумаем, как ее реализовать. Хорошая идея. Спасибо. Мы готовы подключиться к тому, чтобы подумать над механизмами. Ну, механизм простой. Деньги на стол надо, все равно, сказать, давай деньги. Он сейчас будет плакать, а что денег нет. Вот, но неважно, идея... Но молодых учёных надо найти. Ну, так и передам. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Согласен. Обязательно поработаем. Хорошая идея. Я не думаю, что это уж так дурак будет стоить. Там какой возраст? Вот учёных, наверное, и студентов там может... Ну, во-первых, студенты имеют возможность пользоваться и Пушкинской карте. И активно пользуются. Менделеевская карта рассчитана прежде всего... Вот я почему про статус, такую особенность молодых учёных говорю. Менделеевская карта рассчитана прежде всего на призёров олимпиад и профессиональных конкурсов из числа школьников и студентов. Все аспиранты и молодые учёные до 35 лет. То есть это вот... Надо посмотреть, кто из них попадает под действие Пушкинской карты. Студенты, да, студенты. Да, кто не попадает. И тогда на эту категорию там разработать механизм. Она не многочисленная категория. Мы уже с вами всё придумали. Вот от того, как мы с вами придумали, до того, как бюрократия там всё это реализует, времени много проходит. Мы постараемся это ускорить. Андрей Александрович, что наше общество ещё жаловался на бюрократию. Хотя сам бюрократ жаловался. Обязательно право. Хорошая идея. Спасибо большое.